Летят артисты в Прямурье к Линам Они крутых спектаклей привезли нам Мы их встречаем красным ковролином Нам ничего для них родных не жаль Так классно, будто крылья за плечами Ликуйте, дорогие амурчане Встречайте, горожане и семья Вы же понимаете, что в таких условиях артисты работать не могут Наш фирменный амурский фестиваль Вот чем заканчивалось это стихотворение Артисты могут работать даже в условиях ЧС Знал бы ты Я более чем уверен в этом Об этом и поговорим Да, да, здравствуйте, уважаемые Эта программа открыта Для вас работают, как всегда, Алексей Воскобойников Анна Пробенко, Павел Кошеленко Илья Тянун за камерами И сегодня к нам пришел Василий Борисович Веровчук Я сейчас зачитаю ваши регалии Это главный художник Амурского театра драмы Заслуженный артист Амурской области Это член жюри Фестиваля Амурская осень в 2011 году Да, 2011 Да, 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 да И, собственно, говорить мы будем сегодня именно об Амурской осени Которая вчера открылась Которая открылась в субботу И вот полным ходом Рады ли ей, не рады ли ей, да Об этом будем говорить Да Она не спросит Спорных таких непростых условий Вот такие стихи, которые я прочитал Возможно, кто-то подумал, что они такие язвительные Нет, друзья мои Это мнение ошибочное Просто мы думали, кто там за Амурская осень, кто против И вот Анна, она настолько Обнесла аргументами против Что я из чувства противоречия буду сегодня за Только я из чувства противоречия Нет, не только Я люблю Амурскую осень Мы разыгрываем сцену Кто за, кто против Итак, действие первое Кто за? Действие первое Ну что, начинаем тогда обсуждать с того Почему она не должна Почему она не должна была происходить Амурская осень А раз она не должна была? Василий Борисович, как вы считаете Должна была или не должна была Проходить Амурская осень? На тот момент, когда Была такая обстановка Да, и в области, и все прочее В общем-то, вот мое личное мнение На тот момент, да Что, лучше давайте погодим Чуть-чуть с этим праздником Вот Ну, так Опять же, повторяясь Обстановка изменилась И В тот момент это было Мое личное мнение Это не навязанное Не, ну, с другой стороны Было вот письмо, да Более чем 20 людей Я ему подписал в свое время Представители интеллигенции Да, Амурская Я не отказываюсь Опять же, повторяюсь На тот момент, да Я не отказываюсь Во-первых, от тех слов Что я имею в виду От своей подписи Да Давайте напомним Вот В письме указывалось Вот именно, да То есть в обращении Которое губернатору Сергею Новожилову Составила Нина Дьякова Если я не ошибаюсь, да Поэт, публицист Дважды лауреат Премии губернатора Амурской области Она написала Разве можно в Москве Увидеть и почувствовать Все масштабы И весь ужас Постигший наших земляков Трагедии У сотен семей Уже нет дома И этот дом В сентябре У них не появится Однозначно У десятков тысяч людей Под воду ушло все И это все У них точно не появится В середине сентября Когда будет гудеть Фестиваль Амурская осень Вы только вдумайтесь Конкурс Московской антрепризы На затопленной Амурской земле Нонсенс Вот это письмо А почему нонсенс? Я вот Извините меня Я не понимаю Почему привязались Конкретно К фестивалю Амурской осени Ничего другого Не происходит Других мероприятий Нет Уборочную не отменить Аргументы Приводились Разного толка Изначально Приводились Аргументы Финансовые То есть Не стоит Выделять Сейчас Средства На развлечения На культурную программу Нам есть Сейчас куда направить Из городского А властного бюджета Когда сообщили о том Что в общем-то Деньги только федеральные Туда идут Это и федеральные гранты От него уже не отказаться Надо осваивать эти деньги Ситуация естественно изменилась Да Было решено фестиваль убыть Ну и сам формат фестиваля Насколько я понимаю Поменялся Да Вот после вот этого письма В общем-то в самом деле Формат и изменился Поэтому я в принципе Сейчас за Амурскую осень Да Лояльно относитесь Сейчас я лояльно В том виде вот в котором Да В котором она сейчас есть А как вот в театре В театре драмы Потому что много Сотрудников Амурского театра драмы Подписались в этом письме Вот сейчас настроения какие В принципе все лояльны Уже стали Или вот Обсуждают И разделение мнений Вы знаете Я сижу у себя в кабинете Я не слышу Ни моих коллег По этому поводу Вообще-то Как говорится Индифферентно сейчас Относится Ну есть и есть Ну и пусть будет Да С другой стороны Вот мы до этого говорили Это очень здорово Что собрали Вот такие сборные Бригады Да Как я назвал До этого Мы вместе Называется этот проект Да Это здорово Потому что И актеры Амурской осени Наши актеры Филармонии И все прочее Вот сейчас В эти районы И это очень надо Потому что Вот наш театр Ездил Куколки И очень Как-то тепло Зрители встречают Там Когда В самом деле Пол деревни затоплено А вот они приходят И говорят Ну спасибо Что вы приехали Что их не бросили Не забыли Конечно Участие проявляется И спасибо Что как-то Мы отвлеклись От этого Конечно Что у меня там Четыре Кабана затонуло Десять курей погибло И собака голодная Ходит Вокруг затопленного дома Так что Это я считаю Это надо Это хорошо Что это будет делать Я слышала Еще такой аргумент Он официально Нигде не звучал Нигде не озвучился Но в общении С одной из сотрудниц Одной из администраций Я не буду конкретизировать В сердцах Мне вот Человек сказал Что Ладно Финансы Организация Такого большого Фестиваля Это большие Организационные Мощности Да То есть Это большое количество Специалистов Волонтеров Вот и прочих Людей Работают На организацию Фестиваля Чтобы встретить Большое количество Гостей Привезти Доставить Отвезти Развлечь Покормить Ну вот Вот это все Прочее Есть сейчас Специалистам Такого В таком количестве Есть чем заняться Потому что Каждый день У нас Сейчас занимаются Оформлением Компенсации По топливу Ну поверьте мне Что им не надо Демонизировать Организаторов Фестиваля И участников Фестиваля Я думаю Что они с пониманием Отнесутся К тому факту Что к ним Будет меньше Внимания Со стороны Организаторов Привлечено Я думаю С пониманием Честно Они не будут Там пить В гостинице Мебель Где мой утюг А можно я Сожалею Что могут быть Такие Могут быть Но От этого Не застрахован Никто Опять-таки Правильно Я Сейчас Секундочку Я сейчас Секундочку Вот Мне понравилась Фраза Сергея Новожилова Он приходил В программу Простые вопросы В общем Призвал всех Сергей Новожилов Прийти и купить Билеты на Амурскую осень Вот Билеты стоят По-разному Филармония Они стоят По-моему От тысячи До полутора тысяч В ОКЦ От полутора тысяч До трех Билеты еще есть? Есть билеты Еще Особенно на кино Я сейчас О спектаклях Говорю Это самое Дорогостоящее И это не бесплатно Несмотря на то Что декларируется Такая благотворительная Направленность Амурской осени В этом году Антрепризные спектакли Они не бесплатны Вот такая цена билетов Призывают их Приходите покупать Десятая часть 10% Это прекрасно Пойдет Некоторые люди Призывают Все-таки Не ходить Не покупать А вот эти деньги Все-таки Полностью Вот Пострадавшему Наводнение Перечислять Я так и вижу Получим Которые не пошли На спектакль Амурской осени И несут Конкретно эти деньги Чтобы от наводнения Пострадавшим Досталось все-таки Полторы тысячи А не 150 рублей Ребята Я был в одном Из китайских ресторанчиков Даже в нескольких Китайских ресторанчиках Раз За четыре Наверное За последний месяц Вы не поверите Они пустые Амурчане вообще Туда не ходят Все несут деньги Там валом народу Люди бухают Жрут И тратят деньги И вот так И только что В трусы Стриптизершим Не толкают Прям как Ярошенко Рассуждает Полно бабла у народа Никто не несет Нет, кто-то несет Но не надо Все так отутрировать Что если мы не пойдем На Амурскую осень То тогда Мы все соберемся Всемирным Да, на самом деле Люди, у которых есть деньги На Амурскую осень У них точно так же Есть деньги И помочь И поверьте, что Люди, которые пойдут На Амурскую осень Не факт, что это люди Которые не помогают Много людей Которые и пойдут И помогут Примерно есть у тебя В процентном отношении Это просто гипотетически А все остальное Что говорят против Тоже гипотетически Начиналась Амурская осень Если мы помним Это был кинофестиваль Так же? Да Правильно Потом постепенно Он стал Антреприз И все прочее Сейчас антрепризы Как бы они Постепенно Постепенно Как бы Охватили этот Во главе у глаз Да К сожалению Кино, которое привозят Я стараюсь смотреть Очень-очень достойные Фильмы Очень достойные И очень обидно Что Полупустой зал Там такие Классные фильмы И согласен Деланы И экспериментальное кино И Ну в общем Это Искусство И сколько новых имен Открывают при этом Да Среди кинодеятелей Чудно И вот К сожалению Я говорю Призываю наших амурчан Ребята Ведите Кино А не на антрепризные спектакли Да Дело в том Нет Можно и на антрепризные Дело в том Что Потом Со временем Антрепризные Все прочее Я понимаю Что это Коммерческий Насколько я понимаю Может я ошибаюсь Это коммерческий Да Потому что антреприз Абсолютно Я Предполагает Зарабатывание Игра Да Я вам скажу Более того Я несколько лет Работала На изготовлении Дневников Амурской осени Для Альфа канала И Вот Общаясь После спектакля С артистами С артистами Участниками Спектакля Я их спрашивала Первое время Я действительно Наивно Их спрашивала Вот вы хотите победить А они меня спрашивали В чем А это разве конкурс Я им говорила У нас конкурс Антрепризных спектаклей Они А да Они не знали Кто-то знает Хочет А кто-то приезжает На один день Отыграть и уехать Вот я часто Нарвалась на такие ответы Потом я Потом я перестала Задавать такие вопросы А вы кстати Василий Борисович Были в жюри Спектакли или кино Нет я Спектакли Спектакли Как вы оцениваете Виктюк Вы знаете Тогда у нас Председателем был Виктюк Очень Интересный человек Что интересно Ну как бы Следишь все время За Вот последнее время Вот Я в прошлом году Всего два спектакля Смотрел Ну так Волей судеб В десятом Одиннадцатом Годом Пришлось посмотреть Вот с каждым До этого смотрел Вот с каждым годом Как бы Качество спектакля Привозимое Они становятся лучше Лучше Да Потому что Хотя Среди этого всего Есть очень Случайно 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 Не случайно Но Мне кажется Опять же Мое мнение Такое Да Вот Ну что такое Фестиваль Да Фестиваль Это когда Привозятся Какие-то Интересные работы Как бы ни было Мы далеко от центра Да Хотя Сейчас Коммуникация Развита И все прочее Но Тем не менее Какое-то Интересное Интересное решение Спектакля Интересная работа Тем более Приезжают В общем-то Довольно-таки Известные артисты Да Но когда Ты видишь Что Ничего Нового Не происходит На сцене Это Как-то Обильно Да Хотя Я говорю Последнее Время Вот Начинают Появляться Такие Довольно-таки Серьезные Спектакли И По оформлению И По режиссу И по актерским А иногда Вот смотришь И думаешь А зачем Ну по крайней мере В рамках конкурса Надо удивлять А мужская публика Как-то это нормально Принимает Вы знаете Просто извиняюсь Я вот был Когда Когда Калида театр Да Привозил Вот Ревизора Мне например Понравилось Но я видел Что очень многие Плевались Правильно Они плевались Потому что Они этого не видели Так Они не видели Они как бы Привыкли к одному Да Ведь смотрите Что такое Антрепризный Антрепризный спектакль Это в общем-то Рассчитаны На что На Деньги Зарабатывание денег Деньги Чем легче Заработать Деньги Или я буду Втюхивать вам Я не знаю Сынеку Или Вопрос Комитет положение За бабах Да Все Это легко Это все Человек Похохотал Вышел Заплатил бабки Извините за выражение Да Через 3 минуты Забыл это все А что было А черт его знает Что было Ну Вроде бы Все было хорошо Да Но Опять же Это мое мнение Ну Как бы Это немножечко Развращает Извините Вот Развращает вкус Зрителя Да Если я Всю жизнь Будут показывать Да Комедию положения Комедии Они против Комедии Они бывают Довольно-таки Зависимы Как сделать И какая Ну Что за этим Стоит А так Просто Да Ну Такая Снял Штаны На сцене Все хохочут Да Вот Где-то Вот на этом Уровне Есть И не один спитак Есть Ламурской Ламурской Оси Может быть Вам известно По какому принципу Вообще Отбирается Конкурсная Работа Как туда Среди В принципе Нормальных Серьезных Чипов Попадают Какие-то Вещи С которых Потом Председатель Жюри Шакуров Просто Ушел Через Полчаса Не мог Смотреть Что называется Кровь из глаз Была Я его поддержал В этот момент Я только Ушел Моя раньше Фектакли В которых Участвуют Звезды Комедийных Сериалов И комедия Сама Вот эта пьеса Она тоже Она очень Напоминает Комедийный Сериал Где вот этот Конвейерный Юмор Да Они как-то В своей воде Когда Со сцены Пошлость Идет Ведь Как бы Я прихожу Как бы Со сцены Доброе Вечное Да Ну Даже Да Штамп Сказал Да И как бы Для меня Это существует Что такое Я вижу Со сцены Актер Да Артист Спектакль Какие-то слова Да Я это воспринимаю Как Извините Все-таки Театр До некоторой степени Это Учитель Да Ну да И речь И Какие-то вещи Обогащать он должен Наверное Да Идет в том Что Еще театр Чем он Как бы Славен И чем он Опасен Да Как Любая Очень мощная Агитационная машина Очень Которая влияет На подсознание Человека Да И что мы туда Человек Даже вот Смотрю Он Как бы Это На уровне Сознания Это он Не Замечает Но В подсознании Уже Червячочек Этот Залож Да Тем более Я говорю Когда Самое страшное Когда это делается Талантливым Человек И Человек Агитационная машина И потом я у него спросил, а что это такое? Он говорит, ну, понимаете, вообще не я играю в этом спектакле. Меня ввели. Я играю впервые. Я чуть ли не за кулисами доучивал тех. Это как? На передержку спектакля. Муслово конкурса, это как вообще? Ну, вот конкурс. Я не знаю, что это конкурс. Это определенное шоу, по мне, да? Когда, ну, вроде бы так, этого журавля мы вручим, да? Или вручим, или вручим. Потому что вручим, может быть вручим, да? И насчет как отбирается, я не знаю. Но, говорю, опять же, повторяю, что в последнее время, конечно, довольно-таки серьезный отбор и спектакль, очень, довольно-таки достойная работа появляется на Амурской области. Замечательно. Ну, и, опять же, кино, молодцы. Ну, да. Кино мне тоже всегда нравится. Кино, кстати, на мой взгляд, неоправданно дороговато билет, и 300 рублей, мне кажется, это дорого. Потому что прийти на блокбастер стоит рублей 200. Ну, это фестивальное кино. Ну, что? Такая из этого зала пустая. Вопрос-то в другом. Сделайте рублей 150-200, и зал будет полный. Вы соберете ту же сумму. Больше соберете. В три раза больше. Даже больше, да. В чем проблема? Там запустить-то катушку. И еще. Мне тоже нравится, что в футбол всегда люди, которые смотрят телевизор, знают гораздо лучше, как играть, чем те, которые играют в телевизор. Нет, я не то, чтобы я советую, я удивляюсь, почему они... Очень многие пенсионерки, пенсионеры, они жалуются, они очень хотят именно на кино ходить, а не на спектакли. Потому что вот эти лица вообще ни о чем не говорят, многим из них. А кино они хотят видеть, смотреть, они воспитаны, знаешь, на кино, еще на том. И действительно привозят хорошие фильмы. Пусть сидят в торрентах. Ну, мне кажется, это такая фестивальная цена. Нет, ну, наверное, это... Кстати, я с вами согласен. Лучше со 100 человек взять 100 рублей, чем с 10 взять 300. Вот творческие встречи. Те самые творческие встречи. Вот, например, в этом году Амурская осень порадует нас творческой встречей с Юлией Береттой. Бурлак, который каждый год приезжает. Николаем Бурлаком. Каждый год вызывает вопрос, это русская интеллигенция, кто это? Амурская интеллигенция. Юлия Беретта, простят меня интеллектуалы, я знаю, кто это. Это экс-солистка группы «Стрелки». Фанател. Я просто тоже знаю, кто... Фанател? Нет, я тоже знаю, кто такая. Мы их нещем с 40-х годами «Стрелки», я даже не знаю, случайно. Вот что эта творческая встреча? Опять-таки, смотрите, эта творческая встреча, она заявлена как благотворительная, бесплатная ОДНТ. Поэтому Даряному коню зубы не смотрят. Это как у Григория Остера. Кому смотреть противно, тот пускай и не глядит. Не хотите, не приходите, богарай. Ну, все верно. В чем проблема? Нет, ну, вот, по прошлой разы, довольно-таки мы интересные творческие встречи проходили. С кем, например? С Петренко. Я ходил, у меня просто мост порвало. Как бы он ворону-лисицу эту показывал. Ради хотя бы этого стоило бы. Я не говорю про то, как вы казацкие песни поедете. Это просто безумно прекрасный был вечер. С Адой Роговцевой. С Адой Роговцевой. А, да. С Адой Роговцевой. Великолепно. Ну, торганизовывалось. Ну, там готовили особенным образом, да, там, специально подача. А тут Петренко на сценочке, даже не на сцене этого, цело, да, которая, в принципе, там ничего не просматривается. Просто сидел, как дурак с открытой челюстью, слюна текла, и так рассмотрел. Не хотелось отпускать артиста. И аккомпаниатор у него был очень хорошей долей. Кстати, вот вы знаете, не знаете, много ли было споров, да, там, обсуждения по изменению формата? Я не знаю. Вы не в курсе, да? Не в курсе. Я знаю, единственное, что, немножко обидно, да, раньше еще, вот, вершинка забот, актеры наши завидуют, там еще что-то, нифига. То есть, вот это вот обсуждается. Единственное, что, конечно, очень плохо, да, актеры наши, к сожалению, не получают, не в состоянии заплатить тысячу-полторы тысячи за билет, да. Раньше как-то, ну, молодцы киношники, они как-то пропускают. Актеров показываешь свой из театра. А здесь нет по практике, не пускают? В Хабаровске просто показываешь актерское удостоверение в любой театр, нужно было строить в любого театра. Настояние там можно, да? Нет. Сейчас у нас, да, в УКЦ там еще не пускают. Вот. А даже вот многие актеры хотели бы просто посмотреть, да, как-то пообщаться хотя бы со стороны зрителей. На питаться чужим опытом, на питаться. Увидеть. А что другие делают, как они делают, да, они не в состоянии. Да, если будем, ну, фестиваль, да, ну, предполагает, фестиваль предполагает некое общение. Никакий обмен информации какой-то, да. А так получается, да, мы коммерческим, мы приехали, заработали, бабки уехали. Получили. Кто получил, кто не получил. Этого лебедя амурского. Амурского. Журавля. Лебедя амурского. Ну, а говорить о том, что народная артистка России Анна Григорьевна Лаптева черные зависти завидует там Николаю Булагуеву, берите и Павлу Жукову с их творческими вечерами, с ихними. Кто эти люди завидуют? Ну, это смешно. Да нет, это… Абсолютно самодостаточные люди работают. Ажин, мне кажется, он в запале этой полемики сказал, ну, и так иногда бывает, вот, я так за, а кто-то против, да. Ну, вот в этом году вы вместе, вы вместе, филармония, драмтеатр, амурский восемь, вы вместе, поэтому, наверное, вас должны пускать все-таки бесплатно на мероприятие, сколько уж вместе. Все равно не пустят, все, потому что билеты, потому что, опять же, повторюсь, коммерческие дела, ну, ладно, в госседине. Вот. По поводу того, что вот артисты поедут по городам, по селам, с благотворительными концертами, там, на грузовиках чуть-чуть на выступать, ну, тоже много есть скептических, даже ненавистнических, какие-то высказывают. Ну, да, на самом деле, на самом деле, они там не сочувствуют, они едут пиариться, а потом их покажут по всяким каналам, да? Да, это глупость. Есть такой момент, это… Да, это глупость. Ну, просто пиарятся, к тому же Матвееву тоже лапки выехать пиариться. Нет, он помирает… Вы говорите сейчас о местных артистах, а говорите о приезжих. Ну, точно так же, ну, там, извините, в деревне, кто знает там некоторых актеров, да, которые приехали? Вполне, да. Ну, где-то Мелькон по телевизору и то, он титры читает, что ли, да? Не, ну, здесь такая многогранная такая история, да, потому что, вот как сейчас Паша упомянул бы, что это вот потонуло немножко, что… Да, не говорят, что нет техники для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы, но для доставки артистов в пострадавшие районы техника находится, да? Ну, это я не знал. Ну, ну, сейчас, сейчас артисты вместе с собой в машинах повезут гуманитарную помощь. Мы за Амурской осенью или против? Мы с Амурской осенью, а там посмотрим, да. Нет, на самом деле, вот как правильно было сказано про гидбригады, про прочие вещи, вот та самая цитата из советского кинофонда, да, кто сказал, что нужно бросить песню на войне, после боя сердце просит музыки вдвойне. Если все это сыграет там на пользу, поддержит людей, то и слава Богу, если найдутся те, которые будут это хаять, ну, и не хай найдутся. Вы, кстати, знаете, что вот в мирное время, даже не в условиях ЧАЭС, Амурская областная флормония в год дает до 500 выступлений. Да. И знаете где? 90% выступлений. По городам и весям. Садятся вот эти заслуженные и три солнца. Я с одним заслуженным вчера ночью ехал из ЗЕИ, который ехал организовать эти спектакли, мы с ним поговорили, не переживали. Ну, катаются, катаются, молодцы, поддерживают села, даже когда села не страшно и неплохо. Без ЧАЭС. Ну, да. В другие годы Ивановка тоже тонула, поэтому... Ну, просто как одна моя коллега, да, уже озвучила эту мысль, она мне очень поорвалась, я повторюсь за ней, что действительно этот фестиваль «Амурская осень» запомнится не как 11-й фестиваль «Амурская осень», а как фестиваль в режиме ЧАЭС. Он действительно таким войдет в историю, как бы мы ни говорили, у нас сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации и у нас сейчас проходит фестиваль театра и кино. для кого-то это положительно, для кого-то это отрицательно, для кого-то это неоднозначно, кощунственно, спорно и так далее. Ну, вот в историю он войдет однозначно таким, а хорошо это или плохо, ну, наверное... Покажет время. Наверное, да. Пусть это штамп, но, наверное, покажет время. Я считаю, что бы ни случилось, жизнь должна продолжать. Это да. И пользуясь все-таки тем, что вот есть немножко эфирного времени, хочу, вот обратились тут люди, напомнить, что пострадавшим от наводнения, которые вот в деревнях, которых приедут развлекать, они все еще просят теплые вещи, одеяла, памперсы и добровольцев, которые помогут просушивать им дома, работая с тепловыми пушками и обогревателями. И, да, мы вот так придумали такую традицию, заканчивая стишком. В этот раз к нам наш личный раб стихотворный не писал. Я вспомнил по поводу журавликов стихотворение. Просто оно настолько хорошее. Просто оно написано 45 лет назад, в 68-м году, Георгием Полонским. Это драматург и поэт, он «Доживем до понедельника» написал в частности. Вот про наши журавликов практически Амурской области. Осени. Осени, да. В которой никто не виноват. Послушайте, в «Свете Мурской осени» как это звучит хорошо. Здесь надо пустить музыку Кирилла Молчанова будет сверху. Может быть, пора угомониться, но я грешным делом не люблю поговорку, что иметь синицу лучше, чем грустить по журавлю. Я стою, машу ему как другу, хочется мне думать про него, будто улетает он не к югу, а в долину детства моего. Помню, мы затихли среди урока, плыл в окошке, белый клин вдали, видимо, надеждой и упреком служить человеку в уравне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы раскидали сегодня кучу артистов разных и известных людей. Это не куча артистов. Я считаю, что он должен занять почетное место на этом мурской осени. Это не куча артистов, это множество людей, которые приехали поддержать амурчан, которые пострадали, да, вот это лица этих людей. С Вами была программа «Открыто». Смотрите на жизнь открыто, говорите открыто, думайте открыто, пишите нам, что вы думаете о нашей программе, о программе тоже открыто. Мы не должны забывать, что с нами был президент, но не этот, а другой. А президент Томарской осени с нами здесь будет еще целую неделю. Спасибо, Борисович. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Всего вам доброго. Служба доставки японской кухни «Президент кафе» 56 56 11.